Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня в этом видео я покажу свой огромный заказ Faberic, в котором чего только нет. Огромное количество товаров для дома, косметики, новинок, каталога. В общем, если вам интересно, что же я себе назаказывала, то оставайтесь со мной и я желаю вам приятного просмотра. Предлагаю начать с очень актуальных товаров для лета. Ведь сейчас лето в самом разгаре, ну и какое лето без солнцезащитного крема и молочка после загара. Второй год подряд я заказываю себе солнцезащитный крем для лица от Faberic. Здесь солнцезащитный фактор SPF 30, объем 50 мл. В прошлом году мне этот крем очень понравился и понравился он мне тем, что он не слишком плотный. Многие кремы, санблоки, особенно для лица, они настолько плотные, что мне кажется, они в порох ваших находятся еще целый год. Потому что вы наносите их на лицо, это как крем Невея из синей банки. Вы думаете, господи, боже мой, мне и так жарко. И на лице еще вот эта маска из крема. Этот крем, конечно, плотный, но не настолько с ним, по крайней мере, комфортно. Стоит довольно-таки бюджетно, поэтому решила повторить. Ну и молочко для тела после загара, интенсивное увлажнение, объем у которого 200 мл. Это формат спрея. Молочко очень легкое. По сути, это даже не молочко, а практически вода, увлажняет кожу, снимает раздражение. Тоже очень довольна. Буду пользоваться, что еще сейчас делать, как не загорать. Переходим с вами дальше. И покажу вам еще два средства, которые заказываю уже не в первый раз. Это суфле для тела. Очень люблю суфле для тела от Фаберлик. В этот раз заказала суфле для тела апельсиновая меренга и малиновый мельфей, кажется. Да, малиновый мельфей и то и другое суфле для тела с потрясающим ароматом. Я очень люблю эти продукты за то, что они не просто покрывают кожу силиконовой пленкой, но еще и отлично увлажняют. Объем в баночках по 150 мл, но хватает их надолго. Изначально суфле в банке кажется плотным, но оно тает на коже и не создает вот эту маску. Какая маска летом? Нужны вот такие легкие классные средства, которые отлично увлажняют кожу. Перейдем с вами к новинкам каталогов. В каталоге появилось вот такое мыло и я заказала себе аж 4 варианта. Предлагаю вам сейчас его вместе распаковывать, открывать и хочу узнать, как оно пахнет. Первое мыло это лаванда и инжир. Объем у мыла 90 грамм, очень симпатичные пачки. Давайте откроем, без вас ничего не открывала, не распаковывала, держалась. Лаванда и инжир. Ну и честно говоря, я ожидала большего, потому что я думала, что у этого мыла будет ну просто потрясающий аромат, который почти заполнит собой всю мою комнату. Но аромат такой, знаете, слабенький. Ни лаванда что-то, ни инжира не нахожу. Может быть это только с этим мылом. Давайте откроем следующее. Следующее это лайм и базилик. Мыло, на которое я возлагала огромные надежды и... Но это мыло пахнет поярче. Пахнет лимончиком скорее. Но опять же не то, что я ожидала. Яркого аромата, к сожалению, нет. Следующее мыло это вербена и лимонграсс. Вообще почти ничем не пахнет. Ну что такое? И последнее мыло это миндаль и ши. Тоже почти ничего нет. Легкий сладковатый аромат. В общем, мыло... Я на тебя так рассчитывала, что что меня так подвело. Я, знаете, очень люблю ароматическое мыло, от которого аромат стоит на всю ванную комнату. Но, походу, это не тот случай. Идем с вами дальше. Купила два новых геля для душа. Вот так они выглядят. Очень красивые флаконы. Гели для душа Марокко и Таиланд. Марокко. Объем 250 мл. И оно очень приятно пахнет, как мне кажется, грейпфрутовыми леденцами. И Таиланд. Здесь уже приятный мягкий кокосовый аромат. По крайней мере, в отличие от мыла, это пахнет ярко, это пахнет классно. Люблю тоже гиды для душа с яркими ароматами. Идем с вами дальше. И в каталоге Фаберлик появилась вот такая серия великолепных кремов для рук и ног. Я заказала себе крем для рук увлажняющий. Объем 70 мл. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Ну и что, насколько я вижу, текстура довольно тонкая. Пахнет, кстати говоря, алоэ. А это крем для рук с алоэ. Задорный алоэ, это главный герой в уходе за нашими руками. Буду пробовать. Кремы для рук от Фаберлик люблю. Особенно из специальной серии. Они такие фиолетовые и белые. Вот просто потрясающе на зиму устраняет шелушение. Крем для рук восстанавливающий. С мудрой арникой, которая тоже является главным героем в уходе за нашими руками. Объем тоже 70 мл. Давайте узнаем, какая текстура у этого крема и какой аромат. Текстура, как мне кажется, точно такая же, как у крема с алоэ. Да. Ну и аромат приятный, мягкий. Напоминает даже, знаете, аромат семечек подсолнечных. И крем для ног снятия усталости со свежающей мятой. Я так понимаю, что он будет, ко всему прочему, еще и увлажняющим. Давайте откроем и его. Точно такая же текстура, как у двух предыдущих кремов. И да, он пахнет мятой. Кстати, какой приятный аромат мяты. Буду с удовольствием пользоваться этими кремчиками. Купила новую туалетную воду, которая вот так выглядит. Называется, кажется, Таваруа. Вышла мужская и женская версия. Сейчас покажу вам, как выглядит флакон. Объем 50 мл. Как вы знаете, периодически я покупаю парфюмерию Фаберлик. Снимаю для вас обзоры. И, кстати, многие ароматы мне реально нравятся. И многими ароматами я реально пользуюсь. Здесь вот такая водичка в красивом градиентном флаконе. Аромат я уже потестировала. Это такой, знаете, легкий летний свежачок. Вроде как и нет чего-то такого вау и цепляющего. А с другой стороны, вот на повседневность, когда не хочется сложных ароматов, очень даже очень. Буду тестировать этот парфюм дальше. И более полное мнение расскажу уже в отдельном обзоре на парфюмерию Фаберлик. И переходим с вами к товарам для дома. Я себе чего только не купила. Первое. Это концентрированное средство для мытья посуды. У меня было, по-моему, концентрированное молочко для мытья посуды. Оно мне очень понравилось. Во-первых, оно мягкое для рук. Во-вторых, оно очень экономично. Здесь большие бутылки 500 мл. И нужно буквально пару капель. Хватает, наверное, месяца на три. А в каталоге, ну, чтобы не соврать, стоит примерно 150 рублей. Плюс-минус, точно не помню. Здесь приятный лимонный аромат. Написано, что это эффективное средство против особо сильных, стойких жировых загрязнений. Подходит даже для мытья детской посуды. Купила точно такой же, еще и с другим ароматом. Ароматом красного грейпфрута. Давайте тоже узнаем, как оно пахнет. Да, и здесь бодрый, яркий, классный аромат грейпфрута. Даже слегка с горчинкой. Мне очень нравится. Это коллекция Фоберлик Дом. Косметика для уютного дома. Люблю товары для дома Фоберлик. И часто их заказываю. Очень мне нравятся их кондиционеры для белья. Поэтому в этом моем заказе было аж два кондиционера для белья. Тоже разных. Кондиционер для белья Мелодия Солнца. Объем 500 мл. Это ультракондиционер для белья. Яркий, волнующий аромат. Соблазнительная мягкость ткани. В общем, супер обещание. Эта бутылка рассчитана на 30 стирок. Особая забота о тканях. Теплый аромат цветущего побережья. С аккордами Фрези, Нимфеи и Сандал. Как красиво написано. Давайте узнаем, как же он пахнет. Ой, да. И правда, яркий, красивый аромат. Я буду очень рада, если мое белье будет так пахнуть. И еще один кондиционер для белья, который я купила. Это уже био-кондиционер для белья. Восточный микс. Он подходит для жестких вещей, тусклого цвета, против образования катыша. Тоже рассчитан на 30 стирок. Для натуральных и спортивных тканей, жесткой воды. Содержит биоэнзимы и эфирные масла. Покупала из вот этой же серии и жидкий порошок для белья. И сухой концентрированный порошок для белья. Все понравилось. Поэтому решила пробовать био-кондиционер. Объем тоже 500 мл. И здесь аромат не такой яркий, как у предыдущего. Но тоже очень приятный. Даже, знаете, напоминает мне какой-то парфюм. Не могу припомнить какой. Но что-то есть. Что-то знакомое. В общем-то и на этом все. Показала вам свои покупки в Фаберлик. В этот раз я заказала себе много. Ну вот рассчитывала на мыло. Но, к сожалению, оно не так ярко пахнет, как хотелось бы. А всеми остальными своими покупками я просто очень довольна. Как вы знаете, я часто заказываю товары Фаберлик. Потому что косметика Фаберлик я очень довольна. Используюсь их жидким мылом. Их герями для душа. Товарами для дома. И меня все устраивает. Рассказывайте в комментариях, что из этого вы пробовали. Пользуетесь ли вы косметикой Фаберлик. Как вы вообще относитесь к Фаберлик. Заказываете ли вы там что-то или нет. Я с удовольствием почитаю ваши комментарии. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем отличного настроения. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok